Дорогие друзья, за футбол кусает, а? Кухой! Видели? Дорогие друзья, всем привет! Ну, смотри, как этот, пристает игрулька, а? Как хочет поиграть им. Ну, смотри, какой. Так, дорогие друзья, наверное, наконец-то у нас радость для вас, именно для вас. Очень многие писали про плохое качество наших роликов, и это, я думаю, будет последний ролик в плохом качестве. Вот, камеру заказали, камера едет к нам, наконец-то. Вот, и следующие ролики будут уже в более хорошем качестве, более лучше обработаны и так далее. Так что вам осталось совсем чуть-чуть потерпеть. Вот, такие дела. Вышадульки тут у нас пасутся вовсю. Че вы там, старый костер-то, а? Вокруг костра все скушали. Маленький тоже пытается уже есть. Шея уже длинишь, стал, да, у тебя? Достаешь почти. Да? Ай, ай. Смотрит в камеру. Ты вообще родился, да, камеру теперь знаешь, телефон знаешь. Муж вкусаются, скажи. Мужки. Не знаю, что они тут едят. Тут вон, травы-то нет уже. Скоро в пустыню превратится, в сахару. Только что оттуда прибежали, меня увидели, теперь рядом со мной тут кушают, стоят. Яблоки, наверное, хотят вкусные. Но яблоки мы с утра собираем, им даем. А сейчас, ну уж извините, да, как говорится. А ты, бандит, хочешь меня укусить, да? Ходит меня за футболку, щипает. На, кусай. На, остался поиграющий, на. 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 Держит. Ну ты, бандит. Бандит ты, да? На. На, кусай. Перчатку хочешь отнять у меня, да? И все, и держит. Кусаться будешь, да? Или ты только так играешь? Дикоинка тоже кусалась. Теперь нормальная дама, да? Дики. А, черные гривы. У нас ребенка, наверное, тоже черные гривы будет. Смотрим. У петуха, у нас тут молодой петух есть, у него какие-то психологические проблемы очень сильные. Он у нас живет на улице, курятник вообще не заходит. Потом исчезает куда-то, появляется. В общем, наверное, скоро он на радугу отправится, но пока просто вкратце. Очень интересно он себя ведет. Он нас видит и сразу орет просто как сумасшедший и бежит куда-то в кусты. Как будто за ним гонится, там лиса нападает, дикие звери на него нападают или еще что-то. И, в общем, с криками такими ужасными на всю округу убегает. Очень странный петух. Ну ладно. Дело в чем, у нас же тут дерево упало. Бежит оно тут, значит, бесхозное. Все, наверное, спросите, Саня, давай стройкой займись. Стройкой займемся. Вот осталось где-то буквально пару дней, и я материал уже закажу. Ожидаю денежку, чтобы материал заказать. А как я уже говорил, где раньше заказывал, рассрочки там, по рассрочке, у них материала нет. Поэтому нужно уже по наличке. Денежка есть, пошел купил. Денежка придет, пойду куплю. Вот так вот. Сейчас нужно дерево спилить. Вот это вот убрать все отсюда. Здесь потому что это совсем не нужно, это все нам мешает. И это все равно нужно будет потом убрать. Потому что здесь планируются леватки разные. И так далее. Безотказный мой инструмент, которому уже три года. Тормоз здесь сломался. На него упала большая ветка, и тормоз оторвала. Цепь постоянно расслабляется. Ну, плохо держится этот болт. Ищу вот эту крышку, не знаю, где заказать. Чтобы все это дело крепче закручивать. Шину поменял, цепь меняю. В общем, тут как могу закручиваю. Сейчас нужно опять цепь подтянуть. Но она все равно очень быстро расслабляется. Надо уже давно нормальную пилу покупать, походу. Мало пользуюсь, на самом деле, пилой теперь. Особо-то она не нужна. Только вот для таких вот работ. Там дрова можешь попилить, еще что-то. Ну, вроде, сильно сейчас не нужна такая. А то, говорят, Саня, у тебя, говорит, из инструментов только бензопила и лопата. Вот. Ну, как-то так. Сейчас инструменты появляются. Благодаря нашим друзьям, которые помогают нам. Посылочки нам присылают с инструментом. Ну, и вообще разные посылочки. Вот. И инструменты больше становятся. И к бензопиле я начинаю меньше притрагиваться. А так бы, если у меня была бы только бензопила, я, скорее всего, бы весь этот сарай строил только бензопилой, лопатой и молотком, как говорится. Ну, у меня еще шуроверт был все это время. Теперь инструментов побольше. Можно заниматься делом, так сказать, нормальным, профессиональным, красивенько, аккуратненько все выстраивать. Вот. Щурись, я тут солнце прям светит в глаза. Уже вечереет. Все. Ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, в общем, все повалил. Тут нарезал. Большую часть я уже сжег. Остались тут и больше. Ну, остальная часть осталась тут уже с листьями. Вот. Пришла Лера и говорит, что пускай сперва козы это все покушают. Яблоньку они любят. Типа, яблонька им будет полезна. Вот. Поэтому пока придется мне все это дело оставить так. Завтра Лера пойдет пасти коз. И они все здесь это дело аппетитно покушают. Ну, вот тут вот без листьев есть еще. Сухие листья они тоже съедят. Без листьев это я еще буду сжигать. Такие дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Целая куча подарочков опять. От наших друзей, от Андрея и Маши. Вот. Тут мне коробочки и Лере. Одна только коробочка. Только. Вот. Так что сейчас будем мы распаковывать, открывать, смотреть, что там такое. Лера говорит, что все время первая распаковывает. Теперь буду я первой. Давай. Начнем с верхней. Что там вверху? Тяжелая? Да, довольно-таки. А может с нижней? Там упаковка порвалась и видно уже. Да? Ну там упаковка, я думал, раскрыть, потому что они пыльные немножко. А раскрыл, и коробка оказалась одним подарком в общем. Подарком в одном экземпляре. В общем, смотрите, это даже талон гарантийный, это затоточник. Заточный. Заточный станок. Что это такое? Офигеть вообще. Что это такое? Вы представляете? Андрей, спасибо большое, Андрей. Ну это станок, чтобы точить все, что мне в голову придет. Сейчас мне этот нужен нож. Ты чего, шмулька? Удик, шмулька. Шмулька. Так, давайте вот сюда, наверное. Маленька, аккуратно. Мы отчете будем когти точить. Да? Марик, блин. Ну не пугай ты его. И так недавно будут пострижены ногти. Сидеть. Сидеть. И сиди спокойно. На, это тебе. Ну не надо. Удевать. Ну все, все. Что ты радуешься-то? Блин, такой интересный. Тут, наверное, защитные стекла какие-то, скорее всего. Не знаю. Что они больно хрупкие, осторожно надо. Нет, это прям стекло-стекло. Не уронил. Или оргстекло. Тут всякие дополнительные какие-то крепления, разные насадки, чтобы разные инструменты точить. Это мы потом будем все это разбирать. Да, скорее всего. Это тоже что-то. В общем, я пока ничего не понимаю, на самом деле. Потому что я никогда такой штукой не пользовался. Как всегда. Что мне не присылают, я этим никогда не пользовался. И начинаю пользоваться только по ходу дела. Так, вот он. О, тут какая-то штука крутая. Офигеть, да? Ну вот он, заточенный станок. С двумя разными дисками. В этими точилами, как они правильно называются. Это что, лампа даже есть. А там же нарисовано на картинке, что она светит. Ну вот лампа тут есть. А, а вот эти вот стекла, они, видать, защищают от искр. Да, чтобы в глаза там куда-то не попало. Да, подсветка рабочей зоны написана. Ванночка для охлаждающей жидкости. А, да, она в этом идет уже приделанная прям к станку. Ну, в общем, вот он такой станочек. Будем потом мы все это делать. Точить все подряд? Будем все подряд точить, да. Все будет в доме острое. Ну, ножи мы точим обычно алмазный. Да что такое, Мария? Это все нормально будет, ну. Ой, господи. Ну все, все. Нету подарочка тебе. Ничего не все нет. Ну ладно. Ну все, Саша, не надо. Он слишком жалобно себя ведет. Это как бы не это. Спасибо большое. Будем пользоваться. Будем пробовать. Будем пробовать, да. Класс. Чуков голодный родственник, кто себя ведет он. Как будто, блин, не кормит. У нас закрыть будет. Правда, пока себя отложите. У нас уже целый бардак. Так, что дальше? Ты? Нет, вот. Так же я? Да, давай, открывай. Ой, маленький. А он запомнил, что ли, что один раз косточки оттуда вылезали? И два раза, да? Запомнил? Запомнил и ждет теперь. А он умный, умный, пес. Осторожно. Так, с этими коробками я никак не могу разобраться. Как-то вот так, да? Скотч! Скотч! Вижу скотч. Так, что тут опять? Сейчас посмотрим. Ой. Лампочки. Это, наверное, для дополнительной лампочки? Да, наверное, да. Это, скорее всего. Ну или вообще просто лампочки. Ну или просто лампочки. Саша любит кепки. Марик, ты что такое? Ну ты очень наглый, по-моему. Да, 57 сантиметров. Но у меня... Все меня ругают, что я не радуюсь и все такое. Вон, смотрите, радуется. Есть коммуратор цена? Ну, я радуюсь, просто я устаю. Что, нормально? Да. Это локомотив. Да? Оригинальная кепка. Ясно. Что-то классно. Так. Что такое, Марик? Ну все. Марик, все уже. Так, ладно, лампочки мы отложим в пакетик. Что дальше? Скотч. Заклеивать будем. Все подряд. Все подряд. Так, что дальше будем? Бумажка просто. Это тоже, походу, просто бумажка. Что же, просто бумажка. Марик. Так, а это что? Не знаю. Очень интересно. Марик. Марик, как думаешь? Все серьезно, в пакетике? Ой, Марик. Марик вообще проблем какие-то. Еще у нас сумочка. О, на пляж сумка. Так. Что-то тут прям все серьезно. Ой, а что это? Не знаю. Не знаю. Не знаю я. Доска. Ой. Как они обещали тебе? Я не знаю. Нифига себе. Дубовая. Что такое? С любовью. Смотри, Андрей Поляков. Офигеть. Слушайте, это точно доска? Да, доска. Она такая тяжелая. Таких не видела. Ну очень. Там это точно доска? Не какая-то там шкатулка. Нет, он же говорил, что доска. О, она тяжелая прям. Офигеть. Офигеть. Это что? Тут даже записочка есть какая-то. Почитай. Полированный круг. Я вырезал под посудку твоего станка. Чепик вставил обратно. Паста Гой прилагается. Вот оно что. Полировать разные детали тоже. До блеска. Тоже туда вставляется в станок. И крутится. Представляешь, он над ним? Типа не только точится? Да, это шерсть получается, как я понимаю. Да, и полируешь прям, да. Идеально у этого офигеть. Круто. Войлок или что? Вот паста Гой. Или как войлок же это? Ну да, получается. Ну и шерсти, это как валенки же делают. Ну, войлок, войлок, наверное. Да, наверное. Господи, Марик, я не могу поймать его, смотри. Что такое? Ой. Трешнул. Да, ой, жалко. А может специально? Не, трешно. Ну вот, блин. Ну, потому что эту коробку пинали. Да, она упала. А вообще вся пятпинатая была эта коробка. Углом упала она тут. Да. Наверное, кто-то. Трещина. Ну ладно, ничего страшного. Купим такой же, если понадобится. Да. Вот такой подарочек. Класс. Красота вообще. Да, вообще. Ну, слушай, она очень тяжелая. Я таких доступ не видала. Что-то здесь непонятно. Так. Так. Добрый день, Лера. Сейчас очень востребована органическая косметика, средства ухода, которые сделаны своими руками. Ну, мы как раз тоже, я же заказала крема. Потому что, ну, как бы. Я делаю косметику для себя, своих друзей, самостоятельно. Это очень интересно и увлекательно. Конечно, мы во варенье изготовления органических сверхухода требуем много знаний, опыта. Так, туда-сюда. Я просто очень быстро читаю. Так, 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 так. Поэтому мы собрали минимальный набор, чтобы ты могла понять, нравится тебе процесс или нет. Также я высылаю тебе пару проверенных рецептов, которых надо четко следовать, чтобы все получилось. Тут рецепты, да? Мыло на козьем молоке. Кокосовое, оливковое, пальмовое, касторовое. Масло козьем в кузиках льда. Попробуем, ну-ка. Поехали. Так, это мыло. Ну, это мыло, которое уже присылали. А, мыло на здоровье на козьем молоке. Пахнет вкусно? Ничем не пахнет, просто мне интересно, как было, как выглядит мыло на козьем молоке. Просто дико интересно. Марик, можно? Это мыло жрет. Просто интересно, как выглядит здесь. Весы электронные. Ну, а как раз эти весы, да, встань какие-то у нас не такие. Ну, нет, ну, у меня сломались такие весы. Я просто купила этот. Такой побольше. Класс. Ну, пригодится и в сыре. Видать, для мыловарения тоже надо, погромовка. А, у меня, если что, есть еще ювелирные весы. Так, это что? Форма для льда. Ну, это типа для молока, чтобы его замораживать. И добавлять в сыр. Ой, в сыр, говорю. В мыло. Ой. Масло пальмовое. Фигеть. Это, наверное, для мыла, да, тоже получается? Ну, да. Ну, вот это, наверное, и добавляют в печенье, нет? Не буду открывать. Пускай это стоит, а то на этой почте все отпинали. Так. Оливковое масло. Смотри. Ой, это, походу, для мыла ванночка специальная. Которая загустевает, а потом вот так вот раз ее, ну, выковыриваешь. Ну, это, походу, ну, наверное, не такое. А, ну да, оливковое масло, рафинированное, косметическое. Угу. Дальше. Масло мяты. О, у меня тоже, кстати же, есть такие всякие лаванды у меня есть. Я купила зачем-то, но ничего не делала, естественно, что я могу сделать. Тут, в общем, походу, дело все для... Вывода. Ювелирные весы. У меня есть точно такие же ювелирные весы для сыра. Правда, они для сыра вообще не пригодились. Ну, потому что почему-то он не воспринимает. Ясно. Так. Марик, ну что это? Это что? Тоже такие баночки? Что это? Ой, кружь какая-то. Что это? Что это? Это мерное, походу, для масла. Ага. Хотя для масла пограновка же нужна. Не знаю, в общем, там уже все написано. Стеклянное. Может быть, надо типа масло использовать в стеклянной. Ну, для варенья масла необходимо стеклянное. Может, используется, а не пластиковое. Не знаю. Да, какой-то... Гидроксид натрия. Щелочь написано. Ну, раз это мыло. Угу. Правда, в химии я вообще ноль. Просто зеро. Деготь. А, деготь. Ну, деготь-то да. Дегтярное? Или просто оно добавляется на чуть-чуть? Ну, ты знаешь, как пахнет деготь? Он же вообще воняет жестко. Я думаю, что для мыла он вообще там пару капель только. Хлю я тебе вкусняшку. Что-то ты прям вообще... Ой, здесь вторая такая мерная. Такая уж крутая вообще. Я такое не видала еще. Это специальная, может, какая-то? Ну, ты не... Она просто стеклянная. Она, наверное, специальная для... Чтобы можно было на плиту ставить, наверное, да? Нет. Не знаю. Не знаю. О! Масло кокосовое. А у нас же тоже есть масло кокосовое, да, Вить? Ну, да. Ну, здесь, наверное, какое-то концентрированное, специальное, да? Или разницы нет у них? Тоже не знаю. Оно, наверное, тоже затвердевает при температуре. Да, да, должно затвердевать оно. А когда тепло, должно растаивать. Мамечка, ой. Ой! Это пряники! А нам присылали в прошлый раз пряники. А мы в видео все это, да, и съели потом. Мы съели их, оно у нас удалилось, видео. Пряники. Пряники, Марк, ну я тебе точно дам половинку, ладно? Хорошо? Будешь? Будешь такой? Классно. Прошлый раз очень вкусные пряники были. Будем пробовать. Для сыра тоже я использовала стеклянный термометр, но потом мне стало неудобно, потому что сыр там постоянно надо помешивать в течение там очень долгого времени. Так что я знаю, что это такое. Он очень четкий, как сказать. Четко показывает температуру и очень быстро показывает. Масло касторовое. Сколько масел? А его, походу, в мыл-то добавляют. Ну да. Абрикосовое масло. Это блендер, но он, видать, специально для мыла? Или как? Или это для кухни? Это уже, наверное, для кухни. Не знаю. Но мне кажется, им, наверное, тоже можно что-то делать. Думаю, там в списке написано. Да, я прочитаю, как делать, и посмотрю. Так, а вот тут написано. Кушин поменьше. Готовка. А, растопить. И остулить. Не знаю, мне кажется, это нельзя использовать с милом. Наверное, нет. А, нет, перемешивать. А, да, вот. В масло через сито вливаешь щелочь и начинаешь перемешивать блендером. До тех пор, пока масло не станет жидкой, как крем. То есть, естественно, после щелочи запрещено использовать блендер для пищевых продуктов. Я уж как сам ветэксперт могу сказать. Спасибо большое, Класс. Обязательно попробую. Классно. Почитаю. Обязательно попробую. Тем более, я сейчас заказала вам масло какое-то тоже. Мази. Может, не надо было ничего заказать. Сама бы сварила теперь. Ладно. Спасибо. Буду изучать. Нет, спасибо. Вот мы... Ну, мы хорошо покушаем. Сушмаки. Чуть-чуть пряничка. Мягкие такие, да? Вот такие очень вкусные пряники. Спасибо большое вам за подарочки. Будем обязательно пользоваться. Ну, и все увидите в наших роликах. Сейчас нам уже жарко. Мы вон уже все вместе. Да, очень жарко. Мы тут приоделись. Обычно мы ходим тут. Кое-как. А в одежде очень жарко. Спасибо еще раз. Спасибо, да. Я буду изучать. Попробуй, блядь, ну. Да. Ну, а мы пойдем чай пить. Пока. Пока-пока.